Добрый день! В эфире ток-шоу «Давайте обсудим». И с вами его ведущая Аиша Киреева. Дорогие телезрители, вы можете принять участие в нашем разговоре. Телефон прямого эфира указан на ваших телеэкранах. Сегодня тема нашей передачи связана с поднятием тарифов, удорожание на продукты питания и поднятие цен на ГСМ. Для начала я хочу представить гостей, которые любезно согласились принять участие в нашем сегодняшнем ток-шоу. Алиева Клара Аисовна, заместитель руководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО. Апсотировки Нес Гарапович – это директор палаты предпринимателей ЗКТ, ЗКО – Национальной палаты предпринимателей Атамикен. Идеятов Кыржан Султанович – первый заместитель председателя западно-казахстанского областного филиала Демократической партии АКЖОУ, также директор ассоциации по поддержке малого и среднего бизнеса ТАТУ. Бессингалиев Мухит Муханович – заместитель председателя западно-областного филиала политической партии Барлек и предприниматель Ахметов Рустам Рашидович. Он является директором АО «Нуржана». Давайте перейдем к вопросам. – Клара Аисовна, расскажите, сейчас сколько люди будут платить за электроэнергию? С 1 сентября поднялись тарифы. Какие суммы? – С 1 сентября поднялись тарифы на электроэнергию. Департаментом было принято решение об увеличении среднеотпускного тарифа на электроэнергию на 21,8% или на 2,82 тенге. Для населения тариф увеличился на 20%. То есть в денежном выражении это составляет 1,84 тенге за 1 кВт электроэнергии. Если семья, допустим, потребляет из двух человек 100 кВт электроэнергии, то она будет платить на 184 тенге больше в среднем. Если, допустим, из трех человек семья потребляет 200 кВт часов, то на 368 тенге больше. В принципе, для прочих потребителей тариф увеличивается на 5,8%. Это где-то в районе 1 тенге увеличение на 1 кВт час. Самая большая доля представляет увеличение на 3 бюджетных организаций на 87%, то есть практически коэффициент 1,8-1,9. Здесь тариф практически увеличивается почти в два раза, потому что предусмотрены средства из бюджета, из местного бюджета, из республиканского бюджета в сумме где-то 437 миллионов тенге для того, чтобы покрыть расходы бюджетных организаций. Что можно еще сказать? Что нами, прежде чем принять тариф, была проведена большая работа, были проведены публичные слушания, тариф обсуждался. Субъект предлагал 26,9% почти 27%. Но после рассмотрения данной заявки причиной увеличения тарифа является, это, как вы все знаете, уже об этом все слышали, это авария на трансформаторной подстанции КПО-БИВИ, то есть дешевая электроэнергия закончилась. И, значит, приходится субъекту покупать электроэнергию от МАЭК и российскую электроэнергию, которая намного дороже, несколько раз дороже, чем, допустим, электроэнергия КПО-БИВИ. Вот эти все явления, я читала в интервью, что они временные, то, что в марте цены должны стабилизироваться. Вернутся ли они на прежний уровень? Да, конечно, это временные меры, потому что мы не можем допустить отключения электроэнергии, вы сами знаете, что это будет уже коллапс, если не будет электроэнергии. Поэтому это временная мера, значит, работы ведутся, значит, по налаживанию работы подстанции КПО-БИВИ. И где-то в феврале-марте месяце надеемся, что электроэнергия будет дешевой поступать в наш регион. Ну, обычно складывается такая тенденция, то, что цены растут, но на прежний уровень они редко возвращаются. Поэтому на сколько вот ваш прогноз? Ну, прогноз я не могу сказать, как это будет, и мы не можем и завтра прогнозировать, что будет, потому что видите, какая ситуация. Дело в том, что как только поступит дешевая электроэнергия, полностью субъект должен будет пересчитать, сделать перерасчет и обратиться, значит, с уведомлением об снижении цены электроэнергии. И тогда после рассмотрения уже этих расчетов департамент примет окончательное решение о снижении стоимости 1 кВт-часа электроэнергии. Хорошо. Вот есть слой населения, который относится к малообеспеченному. Вот к этим людям именно будет ли применяться отдельный тариф или какая-то помощь, может быть, будет оказываться? Дело в том, что для малообеспеченных, вы знаете, что предусмотрено государством, это жилищное пособие, то есть каждый гражданин может, у кого, значит, ну там, по-моему, 10% от совокупного дохода семьи, если мне память не изменяет. Этим вопросом занимается СОБЕС. Значит, есть перечень документов, с которыми необходимо обратиться в СОБЕС для получения жилищной помощи. Поэтому, в принципе, да. Но вот то, что вы говорите по одинокопроживающим, там у них, значит, вы же знаете, у нас в них введены дифференцированные тарифы, и для одинокопроживающих там, значит, первая градация, допустим, если мы платим минимальный тариф до 70 кВт-час, не имеющий, значит, не использующий газ для подогрева пищи, а, значит, для населения, для одинокопроживающих там у них и 120 кВт, и 170 кВт минимальное, поэтому они вмещаются в минимальный тариф. Хорошо, спасибо. Ну, я думаю, что в любом случае, раз подняли тариф на свет, за ним последует и поднятие тарифа на отопление и другие. Нет, дело в том, что нашим законам предусмотрено введение долгосрочных тарифов, то есть на 5 лет, предельные тарифы. На сегодняшний день мы рассматриваем заявки наших базовых субъектов, естественно, на поле, то есть ЖАИК «Теплоэнерго», которые представили заявку с увеличением на 83% тарифа. Это Баты Суарнасе, которые представили заявку с увеличением по воде в 2 раза, по канализованию в сток 2,5 раза, и, значит, РЭК. Ну, РЭК — это передача и распределение электрической энергии, то есть она вкупе в общую стоимость электроэнергии входит, где-то занимает третью часть. И, значит, по РЭКу стоимость электроэнергии увеличивается где-то порядка 64%, 64-25%. Хорошо. Хотелось бы дополнить в этом контексте то, что выход из строя одного трансформатора на Карачаганаке и то, что область в такое положение попала, это не красит нас, потому что КПО свои 120-мегаваттные строили в начале этого века одновременно с теми, как нам японцы построили за счет Киотского протокола на территории нашего ТЭЦа, прекрасной 20-мегаваттной, значит, газотурбинной станции, про которую власть молчит почему-то, когда говорят о том, что у нас не хватает, что мы должны закупать. Это вот на сегодняшний день нам простаивает. Мы знаем коррупционные составляющие, которые уже во второе руководство попадает, ЖАЭК Теплоэнерго, на одни и те же грабли. И где профессионализм, потому что мы, почему мы в адрес власти должны говорить, потому что ЖАЭК Теплоэнерго это практически стопроцентное государственное предприятие, квазиструктура. Туда выделяется сотнями миллионов тенге на то, чтобы поддерживать. Да, это облегчает в какой-то степени тарифы для населения и так далее, но где еще не дорабатывается и почему-то молчат о том, что мы не можем то, что буквально каких-то 10-15 лет было построено новое, современное предприятие, и которое мы не можем обслуживать. Вот эти 25 мегаватт, которые сейчас КПО, если было 37, стало 20 давать, вот 17 мегаватт спокойно перекрывало бы, если бы наши специалисты ЖАЭК Теплоэнерго и власти смогли бы запустить, чтобы нормально работала наша газотурбинная станция, которую построили японцы. Вот простое, не то, что выход из ситуации, то, что мы просто не можем обслуживать то, что имеем даже. Вот это обидно с точки зрения людей, потому что об этом, когда ВАЦ-энергоресурсы говорят, они, конечно, у кого покупают, сообщают, но про них молчат. ТЭЦ тоже в свое время много вырабатывал, но сейчас, может, по другим потребителям дают, но 0,2 то, что ТЭЦ дает, а когда-то они 5 мегаватт давали, насколько я знаю. Давайте примем телефонный звоночек, у нас есть вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Уральцы, к вам обращается жительница города Уральская, она Кирничная. Я хочу вам задать вопрос. Вот действительно подорожание, нам некуда деваться. А с другой стороны, я знаю, что как положено, все вот эти службы водоканала, жарить теплоэнергию, энергетики, не работают с должниками. Ведь неоднократно передавали по телевизору, что какая имеется задолженность. Вместо того, чтобы работать с задолженностью, они ходят по квартирам, которые исправно платят. Вот, например, я. Когда-то пощали платежи, которые заранее, осенью платили, там, за отопление за 6 месяцев, я всю жизнь оплачиваю. Также аванс оплатила завозу, что до 1 января начала года будут поощряться, и при подорожании не будет дополнительного очистления. Однако вот Суарнафе, вот такой метод был, не начислили, теперь мне говорят, вы 2 тысячи должны, почему вы не перечисляете. Я каждый месяц за употребленную воду перечисляю ежемесячно. Прошу, спасибо. В принципе, монополистов-то нет, но о том, что какая работа ведется, в принципе, они информируют население, действительно, это только через суд можно добиться. Поэтому тут сейчас на этот вопрос, почему с ними не работает, насколько знаем, работает. Но в то же время есть такое, действительно, телезрительницу можно поддержать, что в системе того же БАЦ-энергоресурса настолько много стало контролеров, вот мы, если ежемесячно оплачиваем ровно, все равно звонят, дайте нам показания, приходят, находят вечером время по всем квартирам ходить, хотя по нашим данным видно, что мы аккуратно платим, вообще нет никаких идей. Это вопросы и такие, где-то, да, чуть-чуть тема. Да, давайте перейдем к наболевшей теме, это бензин. Недавно подняли с 4 сентября резко цену, то есть не на 4, не на 5 тенге, а на 23. На заправках были огромные очереди, люди в ажиотаже заправляли полными баками. Через несколько дней буквально немного цену снизили на 5 тенге. Вот скажите, почему людей хотя бы не предупреждают заранее, ну за один день, чтобы люди успели заправиться? Потому что эта же сумма сказывается на бюджете. А поднятие тарифа на бензин, оно будет ощущаться на каждом человеке. Да нет, это в какой-то степени такие предупреждения, наверное, и не практикуются. Это было в какой-то степени и ожидаемо. После 20 августа, черный четверг, как мы говорим, когда валюту отпустили, а затем, понятное дело, сейчас это уже не то, что регулирование, это просто отпустили. Сейчас оставили пока дистопливые И-80, которые не пользуются особым спросом, на которые установили предельные цены. Но остальное, как и валюта, сейчас будет регулироваться. Главное в этом, что опять-таки обидно, то, что в адрес правительства наша фракция поднимает эти вопросы. Когда такое случается у нас, а теперь уже в глобальном масштабе это происходит, у нас одна причина. У нас НПЗ на ремонте, вот три НПЗ мы все 25 лет реконструируем, никак не можем выйти ни по одному НПЗ, чтобы мы евро 4-5 делали. Постоянно одни и те же проблемы. Это непонятно никому абсолютно. И в этом отношении позиция нашей фракции, парламента очень жесткая. И в связи с этим сейчас и возникает вопрос, да, как этот вопрос регулировать. И регулироваться она не будет. Действительно, если мы зависимы от завоза извне, как с Россией, то, конечно, цены будут диктовать поставщики. И в этом отношении уже правительство свою позицию высказало своим постановлением, решением о том, что цены отпускаются. Будем надеяться, что реконструкция действительно наших НПЗ трех теперь будет давать результаты. Они же тоже хотят зарабатывать на внутреннем рынке и так далее. Конечно, людям непонятно, при снижении цен на нефть стоимость ГСМ у нас растет. Поэтому здесь много, так сказать, составляющих в этом деле. Поэтому очень сложно говорить о том, что здесь местные органы что-то могут сделать. Это в целом принято правительством на это решение, как и по валюте было принято правительством и нацбанком. Поэтому здесь нам надо, к сожалению, по всем позициям, если обсуждаем не кем-то сказать, конечно, нам надо переходить жить по средствам. То, что мы действительно волготно жили, когда стоимость нефти дошла до 130 в 2008 году, и пики были в прошлом году, вернее, самые большие пики, и поступал бюджет, и социальные обязательства выполняли. Сейчас, конечно, надо нашему правительству тоже задуматься. Сейчас цифра недавно, значит, которая опубликована была. Если Япония, та же, при 130 миллионах имеет 8, 9 или 10 тысячную армию чиновников, то мы при 17 миллионах населения имеем 100 тысячную армию чиновников. Давайте им отвлечем и примем телефонный звонок. Оптимизация нужна. Ижин Султанович, алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Алло, вы находитесь в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте, Северо-Восток-19, Кортуральс. Скажите, пожалуйста, все лето у нас не было горячей воды, ну почти. Вот я задаю. Алло, Северо-Восток-19, Кортуральс. У нас вот горячей воды не было почти 2 месяца. Не перезасчет нам не делают. И до сих пор вот еле живая горячая вода. Куда нам обращаться? Мы хотели уже на суд подать, потому что у нас до сих пор воды нет. Мы греем, чтобы посуду мыть. Вот скажите, пожалуйста, куда обратиться? Ваш вопрос сейчас немного не относится к нашей теме. Наш администратор записал ваш номер телефона. После эфира мы вам обязательно сообщим, куда именно обращаться по вашему вопросу. Давайте еще кто-нибудь прокомментируйте цену с бензином. Подорожание. Кто это мониторит? Ну, честно говоря, совсем недавно ты тоже в интернете прочитал такую вещь, что в соответствии с законом все нефтедобывающие компании обязаны определенную долю сдавать для переработки на внутренний рынок. Но получается так, что не совсем просто это сдать. Такая же ситуация в нефтеперерабатывающей отрасли, как вот у нас с мясом. То, что действительно крестьяне не могут без перекупщиков продать свое мясо на рынке, это аналогичная ситуация и на рынке. Вокруг этих нефтеперерабатывающих компаний существуют аффилированные ТО, будем говорить, назовем. Ну, тоже частные компании, без которых просто-напросто добывающая компания не может сдать нефть на переработку. Естественно, эти посреднические компании накручивают свою определенную маржу на это. Точно так же, как и нефтеперерабатывающий завод не может продать светлые нефтепродукты уже, бензин, свободно на рынок выставить оптовику какому-то, пускай даже мелкооптовому какому-то предприятию. Вот точно такая же схема существует и в обратную сторону. То есть через определенные структуры этот бензин уже попадает в мелкооптовую торговлю и оттуда уже в розницу. Вот это как раз и есть та накрутка, о которой говорил Каежан Султанович, при вроде бы снижении цены на нефть все равно у нас растет бензин. Если в прошлом году на Павлодарский НПЗ нефть сдавалась по 48 тысяч за тонну, и понятно, что была цена бензина 108, как бы объяснялась, но в 2015 году бензин поступал туда по 23 тысячи за тонну, у нас все равно так же по 108 и сейчас даже выросла цена. То есть коррупционные составляющие везде. Без этого никак не обойдемся, об этом надо прямо говорить уже. Это все создано только с целью создавать условия свои. Точно так же, как и на мясо. Вот то же самое. Вчера буквально приезжала с одного района, крестьянское хозяйство приезжали, сдали мясо они на рынок по 600 тенге за килограмм говядину, две тушки сдали. Ну где-нибудь кто-нибудь из нас видел по 600 тенге мясо? Пускай по 800 тенге. Да, по 800 тенге. Такого же даже не бывает. Вот это как раз посреднические компании накручивают все это дело. Вот отсюда идет вся эта схема. А это не связано с девальвацией тенгей? Ну как, вот бензин, вернее нефть добываете в Казахстане, сдаете ее на казахстанский завод, для того, чтобы бензин оттуда вышел, опять на казахстанскую заправку пришел. Какая здесь может быть девальвация? Какая вообще, при чем здесь доллар может быть? Вы сдали туда, получили бензин, продаете здесь всего лишь. Это коррупция. И схема эта не казахстанская, это и в России аналогичная схема, поэтому здесь вот обвинять только, допустим, казахстанцев тоже неправильно. Просто я хотела бы добавить, что территориальным подразделением Комитета по регулированию сельско-монопольной защиты конкурентов здесь поручено усилить меры антивонопольного регулирования в этом отношении. То есть нашим законам предусмотрены штрафные санкции за нарушение субъектами рынка по поводу злоупотребления доминирующим положением, ценового сговора и недобросовестной конкуренции. То есть это такие пункты закона. И наши работники, они занимаются этим вопросом. Есть отдел, который занимается. Если какие-то факты есть, нарушения, допустим, то можно обращаться на департамент. Просто когда я задавала этот вопрос, я имела в виду то, что в Акимате проводили брифинг 4 числа. Сказали, что будут поднимать тарифы с 5. Но некоторые заправки, они остались на прежнем уровне. Но некоторые подняли цену. То есть до 131. А вот это уже было прямым нарушением закона? Это уже, понимаете, создался ажиотаж для людей. Все мы прекрасно знаем, что бензин закрывают просто, не продают или выдают по талону. Поэтому если такие факты будут выявляться, то по неговоре законам о конкуренции предусмотрены штрафные санкции. То есть это будет проводиться расследование в дальнейшем и, значит, будут наказания соответствующие факты, если выявленные будут. Ну, расследование, то, что проводится, это, конечно, хорошо. То, что в этот же день проходит, именно вовремя нужно реагировать в тот же день, скажем так. Поэтому у нас сегодня в гостях также Шуенов Ренат Сатымович. Он руководитель отдела предпринимательства города Уральск с Акимата. Расскажите, пожалуйста, вот когда произошла девальвация, доллар отпустили в свободное плавание, а в Акимате был создан специальный штаб. Все мы видели, что вы мониторили рынки, магазины. Расскажите об этом. Именно вы замечали ли факты подорожания товаров? Я отмечу для того, чтобы заметить повышения на продукт в детали, мы ежедневно два раза в день мониторим, которые нам показывают реальную ситуацию, сложную ситуацию на рынках города, именно на сегодняшний день, допустим, до обеда и после обеда, где мы можем посмотреть, на какие виды продукты, допустим, были повышения или, допустим, скажем так, среднеценно держатся на своем уровне. Хотелось бы отметить, что мы после 20 августа оперативно на Кимгорода были проведены встречи с рядом крупных оптовых поставщиков, а также наших товаропроизводителей, которые имели свои запасы продуктов питания. Мы неоднократно со СМИ ездили на эти склады, я сам видел, запасов у нас практически хватало на месяц, а то и более в части продуктов, социально значимых продуктов питания, о которых мы говорим и говорили. И запасы у нас имелись, и те запасы, которые были произведены до 20-го числа, конечно, имела цену, уже рентабельность в маржу доходная часть была предусмотрена. И, соответственно, мы говорили нашим товаропроизводителям, чтобы те цены, которые были до этого, держали на уровне, пока они весь товар свой не распродадут. Естественно, после того, как эта запаса заканчивается, рынок регулирует ценообразование. Мы не можем любому предпринимателю сказать, чтобы он продавал в убытке или нет. Конечно. Однозначно, если он закупает по такой цене, значит, какую-то свою определенную часть, допустим, в пределах 10%, он доходную часть свою предусматривает. Но я хочу отметить, что ситуация на сегодняшний день по рынкам, по всем 33-м именованиям, стабильна, да, есть приросты. Не скрою, есть приросты. Но вот сейчас касательно сахара, основного пиропресса, который на горячие звонки к нам поступает, мы единым оператором реализации сахара сейчас определили то шанс, который у нас является оптовым поставщиком, с которым заключен договор. То шанс закупать из сахарного завода по 155-157 тенге, с учетом транспортных расходов он реализует здесь в городе по 165 тенге. То есть на сегодняшний день, я думаю, цена вполне стабильная, и я бы не сказал, чтобы большой прирост здесь не участия, поскольку у всех свои, я опять-таки повторюсь, при цене образования имеют свои затраты. Естественно, вы будете, никто работать не будет. Ну, как вы говорили, то, что запасов у людей имеется у кого-то на складах на месяц, у мелких предпринимателей, ну, пусть на неделю. Но, тем не менее, все об этом писали, мы показывали сюжеты, то, что все равно продукты дорожали. И предприниматели это объясняют тем, что они новый запас товаров будут покупать по другой цене. Если это импортные товары, если это импортные товары, соответственно, здесь, конечно, играет курсовая разница и по какой цене они закупались. Если это товары местного, производятся, скажем так, те же наши товары производители, крестьянские хозяйства, которые сейчас выращивают овощи и фрукты, у нас на сегодняшний день, вот я мониторинг специально принес, могу показать, которые цены держатся. Могу вот сразу всем гражданам заявить, что мы проводим по городу с начала сентября ярмарки. не только сельскость ярмарка, но ярмарка наших продуктов питания, которые сейчас, именно суббота, воскресенье, проходят с утра, с 8 утра до обеда по улице Ихсаново, то есть бывшей улице Батурины, где мне вот утром я до того, как сюда ехал, съездил, посмотрел, наглядно увидел, если мы будем брать там цены на овощи, там картофель, лук, морковь, цены держатся на уровне 60 тенге за килограмм, мука первого сорта, допустим, 55 тенге за килограмм, сахар 165 тенге за килограмм, масло подсолнечное на уровне 180-200-220 тенге, то есть эта цена абсолютно доступна, и здесь ажиотажом такого спроса не наблюдается. Участвует каждую неделю, в субботу, воскресенье, более 50 наших товаропроизводителей, которым мы места абсолютно бесплатно предоставляем, чтобы они могли реализовать свой товар именно по той цене, скажем, которые они по себестоимости произвели и плюс определенную маржу своей доходной части. Ну, получается, Акимат предпринимает меры для стабилизации цены. Да, да. Какие еще действия вы предпринимаете? Ну, я вам так скажу, мы ездили по рядом с супермарктом, тоже немаловажно, вы знаете, у нас более 10 супермарктов есть, в котором предусмотрели социальные уголки, где прилавки, в одном прилавке были сосредоточены вот эти 30 номиновных продуктов, и где цены, естественно, были ниже, чем в любых других магазинах или, допустим, на рынках, потому что они, супермаркты, заключают непосредственно с товаропроизводителем оптовым поставщиками договора напрямую, без каких-либо посредителей, как вот Кеннез Горобович до этого говорил. И мы, когда смотрели, выезжали, из 10 супермарктов на сегодняшний день 5 уже социальные уголки приготовили, а 5 на сегодняшний день уже готовят. Да, вот поддерживая Рената, мы тоже, когда монитор проводили по рынкам, в данное время существует у нас межспартийная коалиция, в составе которой вместе прошли комиссию, и действительно цены на продукты держатся. Но в связи с этим одежда для школьников сразу подоржала после деворвации. И когда спрашиваешь, а у нас, говорят, уже закупка другая. И именно в этот вопрос задается, почему именно, когда 10 дней остался до нового учебного года, сделали деворвацию и отпустили тенге свободной плане. И почему именно у людей вопрос тоже к нам задавали, почему именно она в январе не произошла, почему в апреле, когда она была, или в мае, когда перед летним коньяком, мы бы подготовились бы к учебному году, там уже настроились бы под этот курс. И в этом плане иногда думаются уже не наши народные избранники подотчетно перед правительством, а правительство какое-то отчет требует. И народные избранники уже перестали думать о простом народе. Потому что если они думали бы уже заранее, они не допустили бы, что всего 10 дней можно было потерпеть. Можно было делать 20, сделать 2 сентября. Вы считаете, что этот процесс нужно было оттянуть? Оттянуть всего 10 дней. За 10 дней у нас ничего не произошло бы. Я добавлю, и может быть чуть-чуть не соглашусь по поводу повышения, допустим, школьной принадлежности, поскольку, может быть, эти единичные факты есть. Она, все люди разные, естественно, кто-то на этом зарабатывает сфер прибыли, а кто-то зарабатывает определенный, как мы уже говорили, допустим, свой доход. С 1 августа у нас в течение месяца, даже больше, чем месяца, до сегодняшнего дня, до пятницы, до конца этой недели, акиматом от города проводился школьный ярмарк в центре города по улице Театральной. Вы все знаете, где участвовали и участвуют 160 наших индивидуальных предпринимателей, которые везут в школьные принадлежности. Хотелось бы отметить, что лично, вот мы, каждые два дня я сам ездил, цены на них были абсолютно ниже, на 20%, чем на рынках, которые рядом расположены. Помимо этого, у них были еще продавцы, делали льготные скидки многодетным детям от пяти и более, от семи и более детей с приложением свидетельств о рождении. Даже были факты, когда продавцы бесплатно полностью набор дарили, этими семьями. Эти факты у нас есть. И то, что вы говорите, там, за 10 дней, когда там цены поднялись, школьный ярмарк, она уже у нас сезонный продукт, и те запасы, которые были, они ежедневно ездят, например, тоже в Москву, или в Самару, или в Оренбург, или в Алмату. Естественно, закупаемые товары, они на этом играли какую-то, может быть, часть. Это единичные факты. Ну, я не сказал бы, что в целом она... В целом нет, но я лично с другом ходил. Давайте немного... Да, перейдем к другим вопросам, потому что у нас время ограничено. Кинец, Горобович, расскажите, пожалуйста, как бизнес в области себя чувствует на данный момент? Ну, это повышение тарифа. Во-первых, девальвация, будем говорить, да, прямо, повышение... сейчас более-менее выравнивание курса рубля. Это палка о двух концах была. Хорошо, когда была низкая цена на рубль была, тогда предприниматели могли затариться дешевым сырьем, сделать себе запас какие-то. Опять же, обновить свое машину, будем говорить, оборудование какое-то, да, приобрести какие-то сопутствующие материалы. С одной стороны, это хорошо было, с другой стороны, их продукция стала неконкурентоспособной по отношению к российской. Да, это такое было. было сейчас, все как бы более-менее устаканивается. В то же время Россия тоже сейчас поднимает цены на свои определенные товары. Поэтому ажиотаж вот этот у нас как бы стих. Но предпринимателю не легче от того, что поднимаются тарифы на ГСМ, на электроэнергию. Вот это действительно будет тот бич, который заставит все равно поднять цены, хотя хотят, не хотят, будут ли давить здесь административные органы, будут ли на них воздействовать какими-то методами штабы. Но предприниматель вынужден будет поднять цены. он не сможет иначе, что не будет у него прибыли, это бессмысленно будет ему занятие бизнесом. И здесь ожидать чего-то другого, если не будет опускаться цены на электроэнергию, то не приходится. У нас сегодня в гостях директор АОН Ржанар. Расскажите, пожалуйста, вот то, что доллар вырос на 20%, как на вас это все сказало? То, что удорожание тарифов сейчас будет, на вашей цене тоже это в последующем отразиться? Ну, как Кенец Горобович очень правильно сказал, мы как предприятие обрабатывающей промышленности, то есть мы закупаем сырье, перерабатываем его, продаем конечный продукт, естественно, затрачиваем определенные расходы и несем по газу, электроэнергии, свету. Это все вложит в себе стоимость, естественно, отражается на конечной цене. Поэтому когда увеличиваются тарифы, увеличивается и цена. Тем самым, если у нас цена будет высокая, мы становимся неконкурентоспособными. Поэтому это очень как бы сильно бьет по экономике предприятия, именно обрабатывающей промышленности. Опять же, повторюсь, потому что, скажем, такие предприятия, которые занимаются как торговлей, там, добычей полезных ископаемых, у них затрат этих меньше. Курсовая же разница, ну, да, мы покупаем сырье в иностранной валюте, доллары, рубли, тем самым увеличение курса приводит к, опять же, удорожанию конечного продукта. Однако, здесь, как Кенец Гарафович правильно отметил, это как бы две стороны и положительные и отрицательные. С одной стороны, скажем, когда курс рубля к деньге один к четырем, для нас открывается российский рынок, то есть, мы становимся конкурентоспособны на российском рынке. В то же время, когда курс ниже трех, то, получается, российские товары, они заходят на наш рынок беспрепятственно. И это мы убедились в феврале этого года, когда курс был 2,8 и все полки на рынках, магазинах были просто забиты российскими продуктами. Прошу прощения, что я вас перебиваю, у нас осталась минута до конца эфира. Киржан Султанович, ваш общий итог по поводу предпринимателей. Я уже сказал о том, что наступают очень действительно серьезные времена. Вот мы до этого, если говорили, 90-е прожили и этот период, и этот. Но, к сожалению, то, что уже у нас произошла такая девальвация и то, что мы видим сегодня каждый день курс доллара меняется, насколько это, конечно, очень тяжелые времена наступает. Конечно, мы, как политические партии, всегда были социально ориентированы, будем поддерживать малообеспеченные слои населения и по другим направлениям. Но в то же время хочется сказать, чтобы все в принципе понимали, что надо будет уже жить по средствам. То есть, как говорится, прошли те времена, когда мы могли один человек по несколько каких-то кредитов брали, бесконечные какие-то движения делали и так далее, а потом не возвращали. Эти времена, наверное, уже проходят. Надо будет жить по средствам, а мы, как можем, будем поддерживать наш население. Денис Горопович, буквально два предложения от вас в завершении программы. Ну, то, что произошло, уже произошло, как бы, да, уже мы в этом живем, ощущаем все. Я хотел бы только сказать, что предприниматель, производитель, допустим, тех же напитков, либо колбасы, либо мебели, он тот же самый потребитель тех же продуктов питания, хлеба, молока, будем говорить, яиц, курятины. И здесь я, единственное, что меня настораживает, я хотел бы, как бы, может быть, через эту передачу предупредить, каким-то образом госорганов воздержаться от тех мер, которые они предполагают принять до конца года, это усиление налогового администрирования. Это, что означает, это увеличение штрафных санкций, вернее, интенсивное привлечение к штрафам, вот этого надо сейчас тем более избежать, потому что это будет еще одной дубинкой такой, которая ударит вообще по производству, по экономике, по бизнесу. Хорошо, спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Благодарю гостей в студии за активное участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в следующих выпусках Ток-шоу. И если у вас есть проблемы, давайте обсудим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok